Всем привет! У микрофона, как обычно, я Амортис, а это обзоры мобильных игр от Mob.ua. Поехали! Сегодня у нас немного необычный для мобильных устройств жанр игры. Это логический квест. Да, тут не будет экшена и всего такого, будет только чтение диалогов и изучение улик. И это офигенно. Встречаем, детектив Grimoire Secret of a Swamp или Grimoire. Я так и не понял, как правильно, но это имя главного героя игры, который детектив и расследует убийство. У игры была первая часть, которая, если и имела хоть какой-то бюджет, то весьма незначительный. Она была гораздо хуже в плане графики, озвучки и анимации, но все же имела хорошую историю и это дало жизнь продолжению. История. Это главная, да и почти единственная часть игры жанра квест. Наша история начинается с убийства. Чтобы все стало еще гротескнее с убийства на болоте. По местным легендам, вот уже 60 лет в этих местах обитает какая-то хрень. И даже местные копы считают, что именно эта хрень и есть наш убийца. Так это или все гораздо прозаичнее, предстоит выяснить игроку. Графически игра выполнена в мультяшно-рисованном стиле. Я бы даже сказал, что все происходящее напоминает комикс, но несмотря на простоту рисовки, она, мать ее, стильная. Все на своих местах. И это, вместе с музыкальным сопровождением и озвучкой, весьма неплохо погружает в атмосферу. Геймплей, в принципе, стандартен для click and point квеста. Перемещаемся по локациям, тапаем и взаимодействуем с объектами. Разговариваем с людьми и собираем улики и факты. Есть еще мини-игры, чтобы разнообразить процесс. Но есть и еще одна фишка, которая мне просто дико понравилась. Это мыслительный процесс нашего детектива. Иногда протагонист говорит, что ему надо подумать, и мы попадаем в его голову, где вручную собираем какое-то суждение из имеющихся фактов. То есть берем один факт, второй факт, ищем фразу, которая бы их соединяла и фразу, которая была бы завершением предложения. И вот, детектив что-то придумал. И это очень круто сделано. Мне понравилось думать за этого чувака. Единственный минус игры, это то, что она, как и большинство действительно хороших игр, не переведена на русский. Но если ты, как и я знаешь английский, хотя бы на среднем уровне проблем не возникнет. В общем, это хорошая игра. Советую всем любителям атмосферных квестов с хорошими персонажами и сюжетом. На сегодня это все. Подписывайся на канал, ставь лайки и рассказывай об этом видео своим братюням. С тобой были Николай Подгорский, Федора Мортис и обзоры от MOB.UA. До скорого. Субтитры сделал DimaTorzok